прежде чем вы будете смотреть это видео для начала если вы бариатрик выкиньте ваши весы о заинтриговал теперь слушайте всем привет меня зовут евгений пугач я живу в израиле я перенес 2 бариатрические операции первую в 2011 году вторую 2018 году перенес вторую операцию нет не потому что подолстела потому что первая сломалась я про это уже много рассказывал вот это неважно небольшой дисклеймер я не врач у меня нет медицинского образования но 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 я спасатель и бариатрии понимают дохрена да потому что на своем опыте все это прохавал и в израиле очень сильно занимается нами бариатриками и у нас есть не просто диетологи а специальные бариатрические диетологи которыми я хожу у меня очень много информации кстати из группа в телеграм под каждым роликом в описании ссылка можете присоединяться теперь почему же я все-таки так начал видео чтобы вы выкинули ваши весы объясняю весы делают только хуже и нагоняют панику все почему вы допустим вы еще не сделали бариатрическую операцию и вот вы ее делаете и вы взвешиваетесь каждый день и вдруг видите такую штуку через несколько недель максимум месяц в некоторых случаях через три месяца у вас вес начинает стоять или же даже услышьте меня пойдет вверх еще скажите женек да как я сделаю операцию ребят первая операция это не волшебная палочка про это рассказывал но и дело даже не в этом все гораздо глубже и это очень многие бариатрики забывают и даже не знают ваша мышца имеет вес как только бариатрик начинает интенсивно худеть худение как мы знаем в первые полгода год потом все спадает и уже перестает курить принципе через где-то года полтора все остальное зависит от самого бариатрика что происходит у нас есть несколько раз в первый год такая хрень под названием плато что вес стоит и не идет вниз даже идет наверх но вы начинать думать блин я что-то делаю неправильно становитесь на весы утром и вечером и и не понимаете что у вас то вес может скакать а ваши размеры будут уменьшаться поэтому я всегда любому бариатрику кто не спрашивает особенно за весы говорю очень просто возьми самую жирную большую часть твоего тела к примеру живот как вот у меня на измерь его самую большую часть живота или ляжку там но с любую для вас удобную точку скажем так самый большой объем вашего тела и начинаете каждый день измерять по сантиметрам насколько был бы уменьшились но если вы уж так хотите взвешиваться взвешивайтесь раз в 3-4 дня лучше раз в неделю потому что весы вас обманывают почему вы год мне сможешь сказать женек я с тобой не согласен потому что я думаю что я хочу дойти до идеального веса который составляет x килограмм не в неважно сейчас сколько это 60 90 130 не дай бог да скажут я хочу до идеального веса а ты дорогой мой зритель не думаешь что лучше дойти не до идеального веса аду и до идеального ощущения самого себя что ты перестанешь жить быть жирной коровой или в страшным боровом на как был я к примеру я этого не стесняюсь это факт поэтому ребят выкиньте на хрен ваши весы смотрите только на ваши объемы потому что ваши объемы вас не обманут весы могут обмануть дам вам другой пример после того как вы пойдете в спортзал есть такой такой небольшой вариант что на утро к примеру ваш вес будет немножко выше чем он был а все почему вы то жир и жидкость себя скинули а мышцу то выпад накачали или допустим вы прошлись очень много пошли ходили 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 пришли у вас очень может быть что вес вообще пойдет наверх ты наверно себе скажешь зритель мой ну я ж наверно ходил пил воду у меня жидкость в организме не спорю может быть но ты забываешь мой уважаемый зритель что мышца имеет вес и всегда прежде ты хочешь встать на весы прежде чем ты встанешь на весы возьми измерь свои объемы и я вам скажу гораздо приятней видеть не цифру номинальную на весах а принимать себя таким каким ты хочешь себя принять поэтому ребят откажитесь от весов смотрите на ваши размеры